Вера.вести.ру Дорогой Владыка, хочу сегодня попросить вас поговорить о деньгах. Ну то есть не о деньгах как таковых, а о зарабатывании денег и соотношении зарабатывания денег с христианской совестью. Вот мы такой вопрос получили от нашей зрительницы Светланы. Моя бабушка, пишет она, страшно переживает, когда слышит объявление о том, что молодых людей учат играть на бирже. В ее представлении человек, играющий на бирже, это спекулянт и преступник. Ведь так считалось в советское время. А что думает по этому поводу церковь? Сегодня существует множество финансовых механизмов, которые определяют мировую финансовую систему и определяют жизнь финансовой системы той или иной страны. К сожалению, эти механизмы уже настолько долго существуют и настолько они отлажены, что радикально поменять финансовую систему существующую мы не можем. Но мы видим сейчас, и вот в частности в последние годы, когда разразился финансовый кризис, мы видим, насколько эти механизмы с одной стороны слабы для того, чтобы защитить интересы людей, защитить интересы целых государств. И с другой стороны, насколько они внутренне безнравственны. Потому что, по сути дела, любой такого рода финансовый механизм представляет собой то, что называется пирамида. То есть это некие абстрактные деньги, которые растут не в соответствии с ростом, допустим, значимости того продукта, который они обозначают. Они растут сами по себе. То есть они растут в отрыве от того труда, который вложен в зарабатывание этих денег. От того, скажем, даже нередко золотовалютного запаса, который существует для того, чтобы эти деньги покрывать. И вот причина того, что вдруг может обрушиться весь финансовый рынок, заключается именно в том, что все это раздувается, как воздушный шар, а за этим ничего не стоит. И сегодня целый ряд государств оказался на грани банкротства из-за вот этих финансовых пирамид, на которых строится вся экономическая и финансовая система. И кроме того, существует вот эта система кредитов, когда люди берут кредит у банка, банк берет кредит у другого банка. И вот эта цепочка кредитов, как бы взаимных обязательств, она существует. В итоге все всем должны. И потом, когда какое-то звено оказывается неплатежеспособным, то вот вся эта цепь рвется и вся эта пирамида рушится. Владыка, ведь наша церковь, она по идее сохраняет здесь те представления, которые были у церкви ветхозаветные, потому что их никто не отменял явным образом. Вот я попросил наших коллег подготовить небольшой обзор, в чем состояли финансовые, экономические законы и правила ветхозаветной церкви. Современные светские государства существуют за счет налогов, платежей, которые органы власти взимают с граждан. Но прототип нынешних налогов существовал уже у древних иудеев. Правда, платили эти налоги не государству, а Богу, который, как считалось, управлял жизнью избранного народа напрямую. В Пятикнижии Моисеевым, сложившемся, как считается, в период с 13 по 5 века до Рождества Христова, читаем о жертвах и приношениях, которые в тех или иных случаях обязан делать любой взрослый член общества. Как именно следует приносить жертвы, рассказывает книга Левит. Приношения подразделялись особым образом. Во искупление непреднамеренных проступков приносили так называемую жертву за грех. Величина греха перед Богом соответствовала как положению согрешившего в обществе, так и степени его ответственности перед ним. Так согрешивший первосвященник обязан был заколоть тельца, самое дорогостоящее из жертвенных животных. Простой израильтянин за тот же проступок должен был принести козу или овцу. Если же он был слишком беден, то мог принести в жертву двух горлиц или двух молодых голубей. За несовершенное добро израильтянин должен был принести жертву всесожжения, гораздо менее весомую, максимум барана. Там же читаем о штрафах за нанесенный ущерб. Например, обольстивший необрученную девицу, помимо того, что был обязан жениться на ней, также выплачивал ее отцу 50 сиклей серебром. По нынешним меркам около 30 тысяч рублей. В той же книге, а также в книгах «Исход» и «Второзаконие» видим предписание о святости страны, а именно рекомендации праздновать субботние и юбилейные годы. Субботним годом считался каждый седьмой. В него следовало дать покой земле, то есть не обрабатывать нивы, виноградники, а плоды предоставлять в общее пользование и рабам, и пришельцам, и всем домашним животным, и диким. Субботний год назывался также годом прощения, потому что взаимодавцы должны были в тот год прощать долги своим должникам, а всякий израильтянин, попавший в рабство, мог быть отпущен на свободу. Ну а юбилейным назывался год, завершающий семь семилетних циклов, то есть каждый 50-й. Основные заповеди этого периода включают, в частности, возврат исконным владельцам утраченных или проданных ими земельных наделов и освобождение еврейских рабов. Эти предписания основываются на двух положениях. Земля принадлежит Богу, Бог владеет израильтянами, как своими рабами. Ну вот, как видим, тут все достаточно четко. В рост деньги не давать, долги там при определенных условиях выплачивать до заката солнца, и, видимо, если так все бы продолжали жить на протяжении этих тысячелетий, то, по крайней мере, финансовые пирамиды бы не рушились. Может быть, нам стоит как-то явно начать, ну, призывать вернуться к этой прозрачной и внятной системе? Я думаю, что такая прозрачная и внятная система может существовать только на уровне частных лиц сегодня. То есть, например, если вы у меня попросите денег в долг, а я вам их дам, но с тем, чтобы получить от вас больше, вот я думаю, что это будет безнравственный поступок. Вот, поэтому, если вы у меня попросите денег в долг, то вы вернете столько же, сколько попросили. Также, надеюсь, если мне придется у вас одалживаться, вы поступите со мной. Но вот если речь идет о банках, то, конечно, само существование банков, оно основано на том, что люди туда кладут свои деньги, эти деньги банки пускают в оборот, и люди получают с этого проценты, а банк на эти деньги существует. То есть, иными словами, это взаимовыгодно. Это выгодно и для банка, и выгодно для человека. Вот вы можете свои деньги просто положить в сейф, и тогда они будут лежать, они будут обесцениваться вместе с обесцениванием валюты, а можете их отдать банку, и банк их пускает в оборот. Но здесь есть, конечно, свои определенные риски. Мы же знаем о том, что и банки сегодня рушатся. И вот та ситуация, которая сложилась, например, в Греции. Ведь это, по сути дела, результат несостыковки действий различных финансовых и экономических механизмов. Ведь страна-то сама по себе не бедная. И страна, которая получает... Там есть все. Там есть все, как известно. Страна, которая получает многомиллионные, многомиллиардные дотации, и при этом все это уходит в трубу. Потому что вот этот финансовый механизм, он просто сжигает все эти деньги, которые туда вкладываются. Интересный вопрос прислала наша зрительница Ирина. Очень была бы признательна, если бы мне дали ответ на мои два вопроса. Первый. Является ли для христианина грехом помещение денег в банк под проценты? Является ли грехом участие в передаче «Что, где, когда» в качестве зрителя, задающего вопроса знатокам? Ну вот на второй вопрос мне затруднительно ответить, потому что мне кажется, что я ни разу не видел передачи «Что, где, когда». А вот в отношении того, чтобы сдавать деньги в банк, но я думаю, что сегодня все люди сдают деньги в банк. И сама по себе сдача денег в банк, она не греховна. А вот как этими деньгами распоряжаются банки, как деньгами банков распоряжаются те, скажем, предприятия или компании, в которые вкладываются эти деньги, это уже отдельный вопрос. Но вот в арабском мире существует такой интересный инструмент, который называется «Исламский банкинг». Давайте посмотрим, как он устроен. В этом банке не существует слова «процент». Ислам запрещает продавать деньги за деньги. Исламский банкинг пришел в Россию. Уже несколько месяцев жители Татарстана могут пользоваться финансовыми услугами по законам шариата. Если «Исламский банк», то автоматически все понимают, что он работает по законам шариата. То есть это некий религиозный уклон. Поэтому, еще раз, нужно ли России вот такие банки, нужно решить на самом высоком уровне. Как я уже сказал, нужно все-таки иметь специальное законодательство, потому как это достаточно специфический род деятельности. Плюс нам нужно обязательно понять, кто там будет работать. Потому что продукты «Исламского банка», финансовые продукты, то есть то, что продает банк и зарабатывает на этом, они гораздо более сложны, чем в обычном банке, западном банке. Банк не кредитор, а проектный инвестор. Он вкладывает средства в бизнес клиента, участвует в его развитии и либо получает прибыль, либо несет убытки. Но сначала проект проверяет так называемый «шариатский контролер». И только если он даст добро, начнется стандартная оценка финансовых рисков. Проект клиента проверяет на соответствие исламу, на соответствие этике. Потому что «Исламский банк» не может финансировать то, что не является этичным, то, что противоречит нормам ислама. Но если он изначально говорит, что данный проект не соответствует, скажем, азартный или горный бизнес, производства алкогольной продукции, то этот проект просто дальше не будет рассмотреться. Чаще всего клиенты банка берут суду под развитие бизнеса, покупку автомобиля, квартиры или земельного участка. Напрямую «Исламские банки» не берут процент. Как же они зарабатывают деньги? Они работают и на обычном поле, там, где обычные банки тоже зарабатывают деньги. То есть они берут проценты, вернее так, они берут комиссию за сделки. Это тоже одна из основных источников и статей дохода. Они берут, собственно говоря, эти деньги за обслуживание. Это не прямой процент. Кладчики банка не получают фиксированных процентов. Гарантировать прибыль запрещено исламом. Они тоже инвесторы. Их доход зависит от успеха проекта, в который они вложились. В связи с соответствующими ограничениями, прописанными в Коране, не имеем возможности уплачивать фиксированные проценты. Это запрещено. Соответственно, мы делимся долей в прибыли определенной. А для того, чтобы показать клиенту, какая доля прибыли ему прочитается, естественно, предоставляется отчет. То есть клиент всегда видит, как, где и в какой отрасли работают его средства. Уже сейчас среди клиентов банка много не мусульман. Их привлекает отсутствие долгового процента и возможность контролировать работу своих средств. Смотрите, фактически здесь снята вот эта вот проблема отдачи денег в рост. Вот законы вецкозаветные, ну и исламские тоже законы запрещают давать деньги в рост. И эти банки формально деньги не дают в рост. Они просто становятся как бы совладельцами того предприятия, которое они снабжают деньгами. Ну, так сказать, которому дают они на развитие производства средства. Как вам кажется, тут есть принципиальная разница с банками европейскими? Или это некоторые, так сказать, ну, нечто вроде какой-то фарисейской уловки? Мне кажется, что принципиальной разницы нет, потому что, по сути дела, все равно банк дает деньги, но за эти деньги он получает больше, чем то, что он отдал. Потому что деньги эти ему возвращаются, но возвращаются вместе с придатком. А придаток – это как раз доля во владении тем капиталом, который заработан, или во владении тем предприятием, которое создано. И в этом смысле ведь как бы в чем проблема задолженности человека перед банком, когда он берет кредит? Что человек становится должником. Это как узы, которые его опутывают иногда на долгие годы. И вот, скажем, люди покупают квартиру в кредит. Казалось бы, выгодно. Ты платишь какую-то определенную сумму небольшую, ты получаешь квартиру, ты в ней живешь, и потом вместо того, чтобы платить деньги за съем жилья, которые просто от тебя утекают, ты платишь за эту квартиру, и в конце концов, спустя, допустим, 20 лет, она становится твоей собственностью. Хотя в итоге ты заплатил больше. Это как бы выгодно. Но с другой стороны, человек дает обязательства на 20 лет вперед, а кто знает, что с ним произойдет. Может быть, он окажется неплатежеспособным. И в этом смысле, в этом есть, конечно, большой риск. Но с другой стороны, Владыка, вот если рассмотреть с чисто финансовой стороны, убирая всякую духовно-нравственную основу, при известнейшую евангельскую притчу о талантах, о чем там говорит Господь? О том, что люди, которые поступили правильно, они отдали свои деньги продающим и вернули своему хозяину старицей. Но в данном случае речь ведь идет не о финансовых механизмах. Это образ, который употреблен, как и во многих притчах Иисуса Христа. Да, но Господь не осуждает, как бы, этих людей все-таки попутно. Но мы все-таки должны понимать, что притча – это не о финансовых механизмах. Это притча о том, как человек должен тратить свои... как человек должен пользоваться своими способностями и теми талантами, которые он получил от Бога. Не денежными талантами только, а своей одаренностью, своими способностями, своим здоровьем. То есть, что человек, который зарывает талант в землю, это человек, который не использует то, что ему дает Бог, для блага окружающих людей. Владыка, на схожую тему нам прислал вопрос наш зритель Александр, который написал о себе, что он неверующий. «Насколько знаю, – пишет он, – одной из идей православия является главенствующая роль духовного над материальным. Когда я вижу на улицу батюшку, который вылезает из лэнд-крузера, то, мягко говоря, немного не вяжется. Машина за 3 миллиона рублей и неискушенный земными ценностями человек. Откуда у церкви такие деньги? И не боитесь ли вы таким образом отпугнуть от церкви людей?» Но прежде всего я хотел бы сказать нашему неверующему зрителю, что когда вы что-то наблюдаете, не спешите сразу осудить человека. Потому что очень часто батюшка вылезает из служебной машины. Вот я, например, пользуюсь служебной машиной Audi A8. Эта машина в представлении рядового человека достаточно роскошная. Но это служебная машина. Как только я лишусь своей должности, я лишусь этой машины. Кроме того, очень часто священникам дарят машины. Вот опять же могу сказать из своего опыта, что один раз ко мне пришел человек, с которым я встретился в Казахстане. Он бизнесмен. Он пришел ко мне на день рождения и сказал, вот у меня подарок, но он там за дверями стоит. Я вышел, там стоял как раз ленд-круизер. Но что мне, отказываться от него или не пользоваться им. Поэтому я думаю, что в очень многих случаях то, на чем ездят священники, это либо служебные машины, либо это то, что им подарили. И не следует поэтому осуждать священника за то, что у него, скажем, дорогостоящая машина. Кроме того, надо сказать о том, что очень многие священнослужители, например, выходя на пенсию, оказываются не просто малоимущими, а оказываются даже на грани нищеты. Вот мы на последнем архиерейском соборе разбирали такие случаи. И мы приняли специальное постановление о пенсионном обеспечении духовенства. Потому что священник очень богатого прихода, он может, пока он занимает свою должность, пользоваться теми или иными благами. А когда он выходит на пенсию, то оказывается, что ему нечем жить. И в такой ситуации оказывается немалое число священнослужителей. Поэтому вот эта внешняя картинка священнослужителя, вылезающего из дорогого автомобиля, она очень часто оказывается обманчивой. Некоторые говорят, что... Некоторые думают, что в церкви очень высокие зарплаты. Но вот я, например, занимая не последнее место в церкви, как председатель отдела внешних церковных связей, получаю зарплату 32 тысячи рублей. Я не знаю, много это или мало, но я думаю, что в Москве многие люди получают гораздо больше. Например, домработница сегодня, для того, чтобы нанять домработницу или няню для детей, обычно люди платят где-то 45 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что в целом у нашего духовенства зарплаты такие же, как и у обычных людей, а в очень многих сельских приходах или деревенских эти зарплаты гораздо ниже. И уровень жизни, средний уровень жизни нашего духовенства, я бы сказал, совсем невысокий. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Я хотел бы напомнить вам слова Иисуса Христа. Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Я желаю вам всего доброго, да хранит вас всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин